Вот, то есть получается мы хотим, вот у нас есть Кирилл, он поступает в аспиратуру, значит он нам сделает сообщение, сколько стоят какие, как бы вот, облачные вещи, которые, ну например, просто очень жалко, что наш суперкомпьютер, который вот у нас есть здесь, внимание на экран, он работает в пакетном режиме. Понятно, что я сказал? Что такое пакет? Вы формируете задачу, запускаете на счет, он становится в очередь, и завтра вы получите результат, суперкомпьютер. Как суперкомпьютер? Ну, чтобы вот вы видели, как это круто сейчас, да? Пакетный режим в очереди, ну это, что суперкомпьютер, что нет, там все равно, да? Понятно, что я говорю? То есть получается мы должны выйти, да, вот на, вот, действительные, правильные, так сказать, вычислительные мощности, тем более, что они сейчас там наращиваются, да? Так, давайте подведем итог, что я рассказывал. Нет, я просто сейчас, вот, перед тем, так, вот, я хотел спросить, кому-то что-то запомнилось, да, давайте обратную связь, вот вы в мобильник смотрели, вам что-то понравилось? Да, что вам понравилось? Да, давайте обратную связь, что запомнилось? Я вот пел к лесам, да, что-то запомнилось, понравилось? Радость была какая-то? Да, понравилось все, да? Вам понравилось что-то? А? А что? Вы говорите, все понравилось, да? Или что конкретно? То есть вот у нас было четыре направления, да, вот, собственно, развития, да, математического, да? Помните их перечислять? Нет? Еще раз перечислите. Из них какое? Пятое, второе, третье. У вас что-то запомнилось? Да. Скажите, если не секрет. Модель протодирована, типа модель протодирована. Типа модель протодирована. Мы еще факторами смотрели, да, вот, есть факторный анализ, который очень сильно тоже подмога фронту. Так, да, ну, я помню, фичер инженеринг. Где? Где вы ее помните? Из дисплеи, хорошее узнавание. Здесь. Да? То есть есть такая... Вот я на курсе базы данных, то есть я вот пятому курсу, значит, читает легкость по базам данных, там в конце курса я рассказываю про шесть алгоритмов класса равнодицы разных, да? Так, ну, вам что-то понравилось. Нет? Да. Да. А чего? Как вы скорость учили? Как? Как скорость учили? Из этого получил все это отходили. Да, да. Ну, вот мы сами не ожидали как-то. Кирилл Симонович, вам что-то запомнилось? Не, вы в базе пришел. А? Вы в базе пришел, но я... Правильно, скажите, не виноватый я, он сам говорит. Да, все сошли. Что-то понравилось? Да. Да? Поскольку я, как первый раз, первый баз, тебе понравилось все, да? Нет? Кто-то еще хочет сказать, что порадовало? Нет? Ничего-то разного, да? Что порадовало? Привет, про полу-ребенок, ваш ребенок. Ну, получается, когда вы объект не знаете, ну, просто давайте я его не буду. Значит, сейчас ребята на ВМК сделают, поддравим опечку. Выжали, что не в военном, если вы говорили, давай, потому что мы с военными будем. Хотя публиковали и только так. Так вот, когда они вот рассказывали, почему так хорошо, они вначале определяют расу. То есть сначала делает мастер какой-то такой, а потом на них запускает свой прогнозарк. То есть фактически то, что мы говорили, да? Понятно, что вы говорили? То есть вот, то есть он сначала определяет там некор, там китайец, да? Там вот европейец. А на нем уже свой набор признаков, да? Кто-то делает. Потому что если сразу все, ничего не получится. Да, поэтому не надо кастеризации по каким-то признакам. Так, я тогда передаю слово Андрею. Что, что нужно по поводу какого направления деятельности? А все зарегистрировали в СМС туда, все написали, да? И сюда, в который ты не записался? То есть вот два есть способа. Это вот лист с СМС-модами. Думаем, как третий раз еще по ЕМЭМ. Просто я на своей коллекции к семинарам вот эту использую. И в конце СМС-модами видно, кто хотел, кто не хотел, кто-то, кто-то, кто-то. Все очень прозрачно получается. Значит, машинное обучение сейчас, как правило, рассматривает задачу, что классификаторизация, что регрессия, это задача восстановления функции. То есть есть вот у нас множество объектов Y и множество ответов X, множество ответов Y. И в классификации это, допустим, 1 и минус 1, в регрессии множество испеканных чисел. Задача по конечному значению функции, которую мы не знаем, пытаться ее восстановить, значит, наиболее оптимальным образом. Это одна задача. Есть другая задача, связанная с восстановлением не функции, а динамической системы. То есть есть у вас, допустим, объект, ну, например, клиент банки. Или, например, организация, которую вы не знаете, но хотите понять, чего от нее можно ожидать, вот, это может быть, ну, вот, есть такое понятие «се-се-петри». То есть это график, у которого есть начальная вершина, есть и лебра, и на лебрах написано действие. И, значит, в вершине бывает такого вида, может быть, это обычная вершина, это как состояние в автомате, то есть, значит, вот, ну, так, просто вершина, ее ребра входит, и ребра выводят, то есть функционирование – это просто вот движение по ребру и переход дальше, значит, по уходящим ребрам. Либо есть вершины, которые, как говорят, размножают потоки управления, то есть вот по ребру пришла точка, и она, пришедшая она уничтожилась, но родилась для новой точки, это, как бы, была одна задача, она распороливалась по, значит, вот, вот, лебрам на центре. По потоке новой возникли, вот, и, значит, гости на вершины и сливающие, там, когда в несколько, входит несколько ребра, входит одна лебра, значит, сливающая вершина, она собирается, когда на каждом входящем ребре возникнет по точке, то по одной точке снимается, и появляется одна точка на выходящем ребре. Значит, вот такая, такой график, это Севпетри, она задает некоторое поведение, значит, вот у вас начинается с того, что плавана одна точка в начальной вершине. Значит, вот она одна вышла, значит, каждое ребро помечено, опять это действие, вот, и когда, значит, точка идёт по ребру, где это действие исполняется, мы его регистрируем. Дальше, если точка пришла в вершину обычную, то она выбирает нетерминированно, куда, куда идти дальше, и, значит, соответственно, выбранному ребру исполняется действие, мы его тоже регистрируем, записываем. Вот, если же точка пришла в такую вершину, она умирает, но рождается длинновая, и, значит, вот, эти, каждый из этих двух точек порождает свои собственные действия. Ну, это вот аналог, например, действенности организации, это вот точка на ребре, у которой метко, там, организовать, например, мероприятие. Вот, когда, значит, это мероприятие организовывается, то при этом издевает задача, порождается, например, заказать аудиторию, там, купить кофе для кофебрейка, и так далее, то есть несколько новых потоков работ возникло, вот, и, допустим, это сливание, то есть когда у вас, вот, завершились потоки работ, вот они, вот, сигнализируют, там, окончание, это вот это вот действие. Так, ну, в общем, вот, это модель поведения, и, понятно, что неоднозначно может быть порождена последовательность действий, соответствующая графу. Вот, допустим, у вас имеется конечное множество таких вот записей, они называются событиями, то есть, вот, известно, что система вела себя как-то, чтобы вы родились вот такие действия, потом про нее же известно, что любой вариант поведения по разному будет последовательность действий, и, в общем, вот у вас такое множество записей. Это может быть, например, последовательность пользователя на сайте, там, или это может быть последовательность действий, которые какая-то организация, там, допустим, фирма покупала что-то, продавала что-то. Вы это все записываете, ваша задача – остановить вот эту самую симпетрию, которая все эти действия порождала. Значит, то есть, вот у вас исходные данные – это записи, что ваша система порождала, какие цепочки действий она порождала, плюс, значит, ваша фирма, все, что она породит, вы считаете, как бы, духовно-газовное, то есть, вот, любая цепочка, которую она еще может потенциально породить, а она вся, вот, должна порождать некоторым условиям. Ваша задача – построить модель вот этой организации, которая умеет порождать все вот эти цепочки, и она наиболее экономна в каком-то смысле. Вот, ну, там, она, причем она не должна быть, может быть, совсем маленькой, вот, но она должна быть обучаемой. То есть, вы можете добавить новые цепочки, то есть, вот у вас, значит, ваша модель, допустим, неизвестно, как реагировать, то есть, вот, она какую-то еще одну цепочку действий отвергала, то есть, она считала, что не может такая цепочка порождаться, но она на самом деле порождается. Вам надо, значит, как-то перестроить эту модель, чтобы она порождала новую цепочку. Вот ваше, значит, правильное решение задачи обучения по множеству цепочек построить такую модель, и чтобы она была не особо большая, и чтобы она легко модифицировалась, когда вы отборываете новые цепочечные данные, то есть, еще одно обучение вы получили, которое в старую модель не укладывается, вам тогда надо поменять модель, чтобы вот новая модель допускала ремонтную цепочку тоже. Вот, значит, то есть, обучение – это собственность не функции, а модели динамической системы. Вот, ну, эту модель можно считать еще и с вероятностью на какими-то переходами, то есть, может быть, просто из-за одного состояния не датумироваться, а вероятность перехода в следующий состояние. Вот, в общем, задача машинного обучения, она, в частности, может быть, и такой вид. Это процессная, это процесс-майнинг, или атом-это-майнинг, атом-это-лёрдинг, вот, может быть, вот такая задача обучения тоже рассматриваться. Так, это вот первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать. Нейронные сети ругают за то, что они выдают ответы, не объясняя, почему именно такой ответ. Например, кошку и собаку, они различают, но не объясняют, почему это кошка, а почему собака. Желательно дополнить модель нейронных сетей, механизм объяснений, почему именно такой ответ она вытолкнула. И вот я студентам, которые писали еще, какие задачи нам надо решать, дал такую задачу, вот цифры. Можно настроить нейронную сеть для распознавания цифр, как нам следует изменить язык описания объекта, чтобы не просто разметно делать, там это 0, это 1, это 2, а еще описанием это 0, потому что, и вот что именно надо добавить, то есть мы должны объяснить, почему мы объект считаем нулем, для того, чтобы потом нейронная сеть, когда это ответ, это 0, это 1, она должна нам тоже объяснять, почему она считает этот объект нулем. Да, слушай. Вот я просто говорю, вот ваша предварительная критика, да, желательно мою ответственность. Минер банк имеет неровное ощущение оценки кредиспособности клиентов, но сами начальники говорят, что проблема в том, что мы не можем ее официально использовать. Да, вы интерпретируете. Для чего? Потому что центральный банк для того, чтобы какой-то методик подтвердить, говорит, надо, чтобы вы расписали алгоритмы, да, а у них вот есть черный ящик, который правильно отвечает. И алгоритмы расписались, говорит, это проблема, да, то есть сеть работает, правильно делает, а по, ну как, по законодательству надо четко вот, чтобы ЦПЛ утвердил этот скотт по центральной способности, надо, чтобы было расписано, не расписано. Да, правильно. И парадокс, это, конечно, что люди с очень близкими параметрами, а один получает один ответ, а один дает, другой не дает, а почему так вот? Объяснений нету, это самая большая проблема, за что ругают нейронные сети, что им верить, кстати, нельзя, да, то есть надо, чтобы они объясняли, почему они дают ему такой ответ, а это требует, но понимал, как поменять модель нейронную, то есть добавить к нейронным сетям еще и вот логический какой-то блок. Вот, вот объяснение, почему они так именно вычисляют свои ответы, чего слава-то хочешь. Ну что, большой комментарий, для того, начнение вопросов. Какие вообще могут быть подходы для решения этой проблемы? Например, не могут для них держать подходы в области формальной программы, в той, чем деликаментом самостоятельно? Есть, да, это грамматики для основания, да, то есть там надо вот цепочки, да, там вот х, это множество цепочек, да, одна цепочка принимается, другая трагается, вот эта функция, это может быть порождающая грамматика, то есть если цепочка вводим в грамматику, то она принимается. Эта книга, кстати, очень рекомендую и все. Значит, книга. Это называется «Северный тайцикл». Если переведет на русский индекс, то выходит эту книгу. Она переведена? Да, она переведена, да. А, перед нами какая-то, у него, по-моему, несколько пишет. Проблема в том, что там все падает на ошибку. Ну, это так или иначе. Когда они подняли, и он упал, да, там вот маленькие нечувкости, и он как-то грамматика. В общем, он рассматривает вероятность, грамматика, вероятность, грамматы. Или вот новые слова, фазы, да, фазы, ключевые. Фазы, да, тоже, ну да. В общем, вот эти функции все это могут быть произведены автоматами, грамматиками, и с четкостями, и с вероятностями. В общем, проблема вот, что-то сделано, но не работает, значит, надо было так, чтобы работало. Ну, эти грамматики будут? Ну, там даже более общие понятия, чем грамматика, это что-то контекстно-зависимое, системы переписывания. Ну, то есть, вот, в общем, написано в статье, но практически они используются с трудом. Вот это надо все вот так. А может быть перспективное направление? Ну, самое перспективное вообще умение. Ну, в общем, вот, в мире самая перспективная сейчас работаем на этот уровень. Так, что сейчас делать? Я же знаю, что человек зарегистрировал, и с остальными тут нет. Пифон еще раз написали. Да, пожалуйста. И все остальные отсутствие, да? Да, есть такой роман в списках. И, значит, так, да? Кстати, да? 960, 947, 8707. Значит, нужно написать, значит, машину M&A, да? Извините, вот, машину M&A. Да? Да? То есть, тогда вы знаками делаете. Да? Потому что дети...